Тема называется «Ложь» Это большая тема, естественно В жизни мы с ней часто встречаемся Точнее, мы просто живём в этом во всём Игнатикович сегодня на занятиях говорил И на проповеди, что оттуда она появилась Сам Господь сказал, что ложь — это дьявол Игнатикович любит статистику Я немножко просмотрел поиск Слово «Ложь» 60 раз попадается в битве «Неправда» — 18 раз, «Обман» — 73 То есть, итого больше 150 раз Я сегодня хотел это осветить Может быть, с другой стороны Со стороны, которая мне кажется Мне кажется, что многие не видят Обычно привыкли, что «Да, ложь — это плохо» Что всё, брать это нельзя То есть, ложь наша не всегда была такая Что вот что-то ты там взял и собрал Нет, я не брал Ну тут всё понятно — это ложь А есть ещё такая ложь, которая как бы косвенная ложь Может быть, ты не знал, может быть, сказал Сказал, ты вроде как и не соврал Ну или другие случаи Значит, в книге «Притчи» написано один из моментов Что «Лжесвидетель не останется не наказанный, и кто говорит ложь не спасётся» Притчи 19.5 Есть такой сайт Википедия Это вот как нынешний словарь сейчас современный Там вот, мне интересно, что такое ложь Определение Ну вот там определение, значит, «Ложь — это высказывание, заведомо несоответствующее истине и высказанное в таком виде сознательное» То есть ты говоришь сознательно, отдаёшь этому отчётку, но это не соответствует истине какой-то Придумывать здесь по поводу лжи я ничего не буду, я только расскажу те случаи в жизни, которые случались со мной, с чем я, допустим, соприкасался Связано это в том числе с Игнатием Тихоновичем Почему? Потому что его личность очень мощная Я вот, значит, учился у одного бизнес-тренера И мы там проходили личности человека, что у каждого человека есть талант То есть это не православные люди, но они верят в Бога Вот, по-своему верят Но знают, что на всех есть Бог, однозначно И глупо говорить, что Бога нету Что, ну, для меня многое там было откровением Что, допустим, что у каждого есть человека свой талант, и не один Что Бог каждому человеку дал свой проект жизни Вот, однозначно теперь можно, смотря на его жизнь, сказать, что у него проект проповедник Потому что Бог когда давит человеку проект какой-то Проект, что только проект Это как семечко, допустим, яблоко И вот в этом семечке яблоко записано, что какое вырастет дерево Какие будут цветом плоды, каким вкусом И вот так же и здесь у человека есть проект Вот, и, соответственно, Бог дает проект и дает все ресурсы для того, чтобы человек его реализовал Но не всегда человек, бывает, идет по этому пути То есть бывает он, ну, либо его не ищет, либо уклоняется куда-то А когда ты идешь только по этому пути, во-первых, Бог дает энергию тебе невероятную Вот, и, соответственно, ресурсы просто, которые, ну, сегодня мы можем сказать Ну, вот мне там с неба упало, там, или кто-то принес Люди сегодня мало в это верят Но даже, я говорю, неправославные люди, они пользуются этими элементами То есть у них все это получается Значит, мы все знаем Детей учим, что лжицы, обманщики, там, вруны царствия больше не наследуют Значит, я уже сказал, что я не буду заниматься классификацией конкретно Там, какая ложь чего Возьму просто случаи, которые были со мной Многие, допустим, сейчас, многим не нравится потеряя эту деревню Вот, я беру только у себя жизнь А все, как по слову, на наличности Игнатия Тихоновича Вот, это, я еще раз повторяю Человек с конкретным проектом У него есть цель, для которой дал ему Бог этот проект Вот, и, соответственно, что-то он может делать не так, как хочется кому-то Вот, и из-за него, как бы, не нравится потеряется И я слышал такое, даже где-то в роликах там есть Вроде как даже канал какой-то, что здесь, православная, тоталитарная секта То есть, такого, на самом деле, даже понятия нет Но есть секта, конкретное определение, что это там, ну, такое общество, допустим, Которое идет в разрез православной церкви Это, как бы, слова говорят Нет такого православного, там еще что-то Вот, и я, когда сюда приехал Соответственно, если это клеймо, оно стоит на всей деревне Соответственно, оно и падает, как бы, на меня Вот, и я с этим не согласен абсолютно И постепенно я пытаюсь этот миф разрушить Что это все не так Это ложь Значит, ложь бывает явная и косвенная Значит, я говорю, что дальше мы поговорим Здесь я себе выделил буквально 7 пунктов О том, о чем вспомнил из случая Вот, например, значит, человек может обмануть человека Может обмануть миллион человек И в Библии написано, что ты должен попросить прощения У того человека, которого ты обманул Если ты, тот христианин, он должен простить его Соответственно, Бог прости Это один момент Второй момент, мы можем обманывать Бога Вот, какими-то своими делами, поступками И мы тоже можем у Бога попросить прощения И он простит Если ты все это делаешь искренно Но, тогда, получается, в чем вопрос-то? А вопрос в том, что Именно во второй части Когда человек обманывает Бога Он даже не отдает себя отчетом Не понимает, что он обманывает Бога И, соответственно, ему как бы и кается Да не в чем То есть он думает, что он делает Что-то нормальное И не считает это за обман Один из известных случаев, когда люди Приходят к Богу В том числе через Игнатия Тихоновича Ну и вот, допустим, там Собрание, еще что-то Вот они такие радостные, как вот сектанты Ну, мы православные Я говорю, это как-то в основном видно У сектантов там Аллилуйя там Вот они все такие вроде на подъеме Потом проходит какое-то время И смотришь, нету этих Ни аллилуйев, никого нет И в итоге и человека нет Вот Это говорит о том, что Ну, с одной стороны То, что была какая-то ложь Вот Ложь, значит Ты пришел не к Богу Вот Ты там шел там за каким-то человеком За Ним, к примеру Или еще за каким-то другим Но ты шел не к Богу Почему? Потому что Если Общество Божье общество Осталось на месте А тебя здесь нету Тогда в чем же причина? Вот Это Это один случай Значит Некоторые Люди Прожившие всю жизнь Говорят Вот Значит Не любовь в браке Там Либо мужчина Женщину Не любит Женщину Мужчину Я вот допустим Выходила там А когда спрашиваешь А ну Во-первых Это говорят христиане И они построили брак свой Небиблейским образом Вот Теперь росла жизнь Они недовлетворенные Говорят, что любви нету Вот Изначально Значит Была ошибка Они пошли небиблейским образом Так как заповедал Господь Вот Тогда спрашиваешь А зачем тогда вы Ну Желились Ну Я там допустим Он был певец Мне нравился его голос Я думала Там Думала Или думал Что я вот буду жить Вот так вот И все И будем там только песни петь Ну на самом деле это ложь Почему? Потому что Ну нигде нет этого Христос когда Христос говорит Бог когда создал человека Все создал Адама И об этом плотитесь и размножайтесь Это естественный процесс Совместной жизни Потом конечно уже люди придумали Что там Допустим Ушел в монахи Или еще что-то Но это было позже Вот Если Бог сказал какое-то слово То это слово осталось законом Она на всю жизнь Она продолжается И будет продолжаться так Это второй момент Третий момент Значит Ну тут у нас интересно было событие Этим летом случилось Даже есть ролик по этому поводу Я произнес такие обличительные слова В адресе Игнатия Тихоновича Вот Потом мы Собирались значит В доме Там был Виталий Калиников Сергей Пухов И тоже засняли ролик Ролик И Когда мы это Закончили Снимать У меня сразу Родилась мысль такая А я там в конце значит Согласился Ну с Игнатием Тихоновичем И сразу я понял То что зритель Который будет смотреть Сразу поймет Что Что я Струсил Там Ну запаялся Там еще что-то Вот это тоже Одна из Лжи Вот А было и похоже Именно так Почему? Потому что я с ним Согласился Значит А согласился с тем Что в конце Когда мы Разобрали Все О чем мы там встретились Вот Мы встретились о том Что я Сделал значит Замечание В такой серьезной форме По поводу камеры По поводу съемки Вот Ну Всем известно Что я из Старопряческой семьи Вот У меня духовный отец У меня старопряцы И соответственно Есть Некоторые Ну Неприятности В связи со съемкой Вот И потом Когда Игнатием Тихонович сказал Что говорит Я тебе зло делаю Или нет Конкретно слово зло Вот Я сказал нет Потому что В данном случае Именно вот это слово Зло Оно Реально Ну Он реально Зла никакого не делает Вот Есть допустим Слово Неприятность Да Почему? Потому что Он говорит Я отправил Виталию Виталия снимал Ну Не имеет значения Потому что Если допустим Сержант У него отделение И кто-то из солдата Сделал что-то неправильно Спрашивает сержанта А не солдата Вот Значит Мы Я сказал Я сказал Что зла Никакого не делали Потому что Это не зло Это неприятность А с тем она связана Ну допустим Конкретный случай Вот я приехал Сейчас В Новосибирск С продукцией Да У нас есть там один такой человек Которого собственно Даже свои называют Безноватым Вот Ну а так он и есть Это там Долов такой Владимир Вот И в конце службы Выйдя То есть Тут епископ Понятно Хотел Сказать проповедь Он выходит И говорит Там Рукополагали молодого священника Все Говорит Ну Владыка Спаси Христос Что руку положили А вот Вы знаете В таком-то там На таком-то соборе Какое-то правило Что вот Нельзя молиться с винтиками А вот Тут Здесь Вот Стоит Еретик Устинов Алексей Я почему-то говорю Чтобы Допустим Тот же там Виталии Или еще кому-то Я говорю Что Вам то это не понять То есть Ты ушел и все Вот А Мне было Ну не комфортно Неприятно Хотя Многие потом поддержали Ну понятно Человек с головой Там не в порядке То есть все уже и привыкли вроде как Вот Во-первых Ложь тех людей Которые Говорили значит Что Как бы Я там струсил Или что-то Нет Просто я говорю Говорит Что он мне сделал зло Вот именно в этом слове Здесь зла нету Есть некая неприятность Но если допустим Вот этот человек Который Злобствует Делает неприятность 98 С половиной процентов А неприятность В полтора процента Игнатия Тихоновича Ну она как бы Знаете Как бы даже Разговаривать Даже напротив Ну как бы Неинтересно Это вот так допустим Два владельца компании Одного 98 процентов А у того два Ну так как Вот этого Но владеют компании Они оба Везде в документах Что они два владельца Ну у которого 2 процента Как бы его никто не спрашивает За какие-то решения Потому что 98 у него Большинство голосов Ну он как бы Есть Да он собственник Ну я говорю Там даже рта не открывает То есть Даже неинтересно Ложь Ложь от этого Даже Владимира Который говорит Потому что Есть Официальная Позиция Старболической церкви Что они нам Новопрятцев признали Иритиками Второго чина Ну так там Кто-то порешал Что так Так вот Иритик просто Допустим Язычник Какой-то Мормон Это одно дело А Иритик Которого вы считаете Ну обычный Новопрятцев Ну так это же Совсем другое дело Вот Понимаешь Даже из его Уст Даже в таком В простом Выражении То есть Ложь Вот этот Один момент разобрал Что косвенно Да Была с моей стороны Когда в этом же ролике Потом Виталий говорит Да вот Твое поведение Твоих детей Это как пример И я сказал Я как бы Апробирую Теорию Инатия Тихоновича Хотя С моей стороны Ну это косвенно Можно назвать Почему Потому что Я староблянец У нас это Воспитание С кровью То есть Собственно Я как бы ничего не опробирую Хочу Потому что Меня так воспитали Соответственно Я так же делаю Вот То есть Я староблядец А мы Мы сказали Что Новобрядцы Это жижа Потому что Ну сравнивать не с чем Абсолютно Просто вода Старобрядцы Это камень Это упертые Но это камень На камне строят дом А на жиже Никто нигде Ничего не строит Алипонцы пытаются На воде строить Но у них основания Все равно Они что-то заливают Потому что у них места нет Вот И К тому же Виталий Который там Восхищался Шансы Есть У вас Воспитать Так же Детей стоять На службе Но Отчаивать Как бы их очень мало Но отчаиваться надо Молитесь Но По факту Если вы Новобрядцы У вас Не то что шансов нету Но они очень мизерные Сделать так что вы Дети вот так стояли на молитве Почему? Потому что вы Новобрядцы Вот это слово Никоньянь Оно мне не нравится Никоньянь Ну Вот Получается по факту так И что Игнатий Тихонович Он то С матерью С молоком матери Старобрядец Просто в доску Старобрядец И поэтому А чем Старобрядец отличается Это строгость Там все И поэтому Он до сего дня Остается сегодня Таким же Несмотря на то что Юрисдийцы Он сейчас находится Как в Новобрядчестве Вот Поэтому здесь Как бы Ну Да я проверяю его теорию Но Во мне это есть То есть во мне это с молоком И тут Не надо ничему удивляться Вот Вы можете проверять Эту теорию Да Вы пытаетесь Вырастить своих детей И вот так Подмолитесь Вот И должно получиться Вот Следующее Значит Бывает такая Остань людей Которые Смотрят А у него Брат служил В дивизии Держинского В Германии Ну то есть Это очень смешно Что делает дивизия Держинского В Германии Ну Понятно что Это оговорка И я бы еще Вот за это Вот цеплялся Это просто вообще Детский сад какой-то Ну Там оговорился Там вот недавно Что Сергей Полизон Он в Краснодаре Ну не в Краснодаре Он в Воронеже Ну ничего такого Ну и так понятно То есть Вот это вот тоже Какая-то ложь От людей Которая Ну то есть Ее по-другому Не назовешь Вот То есть это ложь Ну это можно объяснить Если у человека Не приездник Игнатий Тихоновичу То он даже Вот за это Будет цепляться А в итоге Это все равно Ложь Значит Ложь Вот связана с молодежью Сегодня Некоторые Очень сильно увлечены Ну точнее Не очень сильно увлечены А может быть Как-то их зацепляет Допустим Конкретный пример Что вот Девушки там Любят Значит не любят Точнее Пытаются пример брать С неверующих Там В штанах Или как-то Вот допустим Видела там Баптисту Или там Какую-то сектантку Да Вот она в штанах Она накрашена Такой человек Они вот прям Такие помогают Там все Вот они вот такие вот прям То есть это ложь Ложь какая То есть это все Начинается с малого Почему Потому что Ну Ну честно Знаю такого человека Который говорит Да я спал там С этой С С женой Типа их Презвитера Или кто-то Кто-то в их речи Говорит То есть понимаешь Вот она их Сектантство Вот Начинается все С малого То есть там Что-то И на это не надо Смотреть Потому что Там оно Маленькое Оно потом Все Возрастает Больше и больше В итоге результат Будет понятен Что это тоже ложь О том что Типа у них все хорошо На самом деле У них все нехорошо Если они толкуют Не так Понимают не так То есть это во-первых Не церковь Ложь такая же Что молодежь Берет пример С фильмов Бывают показы Фильмы какие-то хорошие Там Молодые парни с девушкой У них там любовь Все И фильм заканчивается Что у них все хорошо А вот тут мне понравилось Как раз Цикл проповедей Одного сектанта И он говорит Что это ложь Почему? Он говорит Даже сектанта Понимает А говорит Там же не показано Что было дальше Ну вот фильм закончился А давайте дальше Посмотрим В этой молодой паре Появились дети Там семейные вопросы Наступили Там Не знаю Закончился медовый месяц Дальше надо работать Деньги там Коммунальные платежи Еще что-то И все И на этом все закончилось А молодежь думает Что вот так все красиво Все вот именно так Бурно Так что вот так и должно быть На самом деле Ну это лживая Понимание Оно Фильм и делается Для того чтобы Такую создать Стереотип Стереотип Такой вот Что вот именно так Нужно поступать Ну естественно это не христианское Поведение И все это ведет Понятно к чему Расслабу семей И так далее Вот Значит Вот эти семь пунктов Так я сказал Еще Ложь такая Знаете последний пункт бывает Вот недавно столкнулся с ней Что потеряю Кто многим не нравится Не нравится именно Вот из-за личности Игната Итих Значит да вот Это потеряю Кто вы надоели Но допустим Я делаю продукт Произвожу Знаю что здесь верующие люди Что если я что-то продаю У меня все честно Качественно Натурально Людям продукция нравится И Некоторых Ну как сказать Потом этот вопрос решили Что это как бы не совсем так Но Такой как бы звоночек Поступил Что некоторые выдают там Свой продукт Типа дайте Испотеряевке Или там что-то Понимаешь Потеряевка вроде не нравится А в продукт будут говорить Что из-за потеряевки Хотя он реально не из-за потеряевки То есть вот это тоже ложь Не знаю Мы бы ну придумаем вообще Там какую-нибудь там Торговую марку Ну зарегистрируем Которую уже не по делу Что продукт потеряевки И все Вот Ты либо Ну живешь в потеряевке То есть и твоя продукция Из-за потеряевки Вот Либо ты живешь где-то там И твоя продукция там Откуда-то там То есть Не надо помазаться Потому что ну это Чистые враты ложь просто Людям хочется продать Потому что знаешь Что из-за потеряевки И все честно Все хорошо будет Вот Вкусная продукция наша Вот Значит Большая ошибка Людей Которые Я говорю Вот я начал С того что Игнати Тимович Мощная личность Все Которые смотрели на него И которые пытались Я еще раз говорю Каждый свой проект Которые пытались Ну так Грубо сказать Надеть его пиджак Сапоги там Штаны не знаю Еще что-то Это большая ошибка Почему Потому что Бог Каждому человеку дал В жизни свой проект То есть Нужно идти своим путем Но можно заниматься Моделированием Именно это правильный путь Моделирование как Ну допустим Мне нравится в чем-то Что он там допустим Вот такой ответственный Он там все записывает Он там никуда не опаздывает Вот возьми себе это Возьми Мне нравится Что он там рано встает Хорошо возьми Там еще что-то возьми Но полностью Пытаться погрузиться В его жизнь Эта жизнь Ну это настолько сложно Я говорю там Да приятно послушать Проповеди Там еще что-то Ну допустим Там жить с ним Ну это тяжело Но это очень тяжело Я говорю Я бы там не смог бы Даже надо проверять Вот И вот у этого человека Своя жизнь И Бог с него спросит Бог посмотрит на результаты Которые нужны были Богу Потому что Он дал ему специально Именно с этой целью И Хотел бы сказать Последнее Для тех Кто Открывает рот На Игнатия Тихоновича По делу И не по делу Значит Что Ну Кто там с ним согласен Или не согласен В общем Я тоже с ним В чем-то не согласен У нас разное видение На некоторые вещи Он родился В век Индустриальный век Он Он родился Он вырос Я родился в конце индустриального века Но я воспитан В информационном веке У меня Другие Представления Понятия О жизни Ну вот просто О технической То есть не о духовной Речи идет Вот Но У нас один с ним вектор Вектор созидания Вот То есть он начал Потеряя Придумал Значит Придумать Здесь Здесь Вот Здесь Вот Вот Собственно Я приехал сюда Тоже Для того Чтобы Это Продолжить Вот Не для того Чтобы Разрушить Хотя Разговаривали с одним человеком Я говорю Был бы я бы врагом Я знаю Благовидную Причину Как Разрушить Эту деревню То есть В таком виде Она больше никогда не будет Вот Ну это Я говорю Если бы я был бы врагом Вот Но я мало того что родственники Он для меня и не враг Вот А я говорю Что У нас Разные взгляды с ними Это нормально И Игорьич Когда все уехали Говорит С таким этим эмоциональным Все Я остался один Я думаю Ну как один То есть Как формально Все уехали Как один 50 лет назад Бог Обручил Как говорится Браки на небесах Совершаются Говорят Есть такое выражение Мягкие Как мягкие Вас двое Допустим Это я говорю Что Как бы Гемористично С всем я допустим Могу там не согласиться Не согласен что С тем утверждением Что человек Лучше жить одному Хотя апостол Павел сказал Но Как я могу сказать Допустим Как я могу сказать Что Коров держать плохо И с ней Вообще не держал Вот так же и здесь Если у меня нету Положительного опыта Положительного Там допустим В семейной жизни Как вот мне кажется Вот То я ничего за это Не могу сказать И нынешнее время Сегодня показывает Что Как написано Что одинокий человек Он Он Для Господа Все делает А женатый Или там замужний Там для мужа Или жены Вот А сегодня Нынешняя ситуация показывает Что Мы берем только нормальных христиан Сейчас Что Христианская семья Ей тяжело Но они пытаются Детей воспитывать Во Христе То есть Споры Безусловно Но все равно Двоем Как-никак легче А один человек Он вообще Он не для семьи И в итоге Не для Бога Вот Это просто Нынешняя Сегодняшняя ситуация Он Чисто В интернете И все Получается Интересно Павел Когда говорил Павел Ну посмотри Вот И говорил Лучше Оставаться Одному Хотя Он не сказал Критически Он сказал Лучше Одному Ну Если не можете Лучше Желиться Я вот с этим не согласен В виде нынешнюю жизнь Что По мне Если ты христианин То Женись Только Ну Это все И говорит Все должно быть правильно сделано Вот И не согласен Еще Игнатих Очень постоянно Поминает Выражение Ницше Который говорит Что Я не несу ответственность За то что ты сказал До какого-то времени Я был не согласен полностью Сейчас Я Не согласен С тем Что это можно говорить В том плане Потому что Это весьма такая Неустойчивая фраза Почему Потому что Взять Христа Вот он сказал Что-то Мы не поняли Он говорит Не устал бы еще Не понятливы Ладно Пойдемте сюда Я вам объясню сейчас То есть он до конца Пытался им объяснить Вот Чтобы они Конкретно смысл поняли Всем он не объяснял Да он объяснял своим Но Однажды случился Такой случай Когда допустим Сидели все в одной комнате Я что-то рассказывал И какие-то люди Это перефразировали Именно в своем смысле И Выдали это Вот И то есть как бы никто так не понял Кроме них И вот тогда я понял Что да Эта фраза имеет Место быть Вот Но В принципе Никому Никакого ответственности не нести Это граничит с безответствием Того Что тебе абсолютно не интересно Что ты хочешь донести до людей Вот И поэтому Здесь я Я Ну я говорю Я столкнулся с таким случаем Когда Перефразировали То есть И Получается Другой смысл появился То есть Оно как бы и так имеет смысл Это выражение И по-другому Но Все Все Говорить обо всем Что я не несу смысл Ну я бы так не говорил Потому что Я говорю Здесь это граничит безответственность Потому что Меня абсолютно не интересует Что вы там поймете Я вам сказал и все Вот А если тебя интересует результат Допустим То значит Ну необходимо как-то Ну правильно что-ли донести Вот опять же Если люди это Ну хотят сами Ну правильно Сходя Как заменил Ну Пожалуй все Это вот Я просто Случай Как раз вот За случай Побудило меня к тому Что вот я съездил недавно И тут вот так вот все случилось Вот И Знал что будут Например Например Когда мы снимали ролик Будут такие комментарии Что вот там Грустом и так далее То есть Потому что это было похоже Именно на то Вот Ну и так считал что наверное Ну если кто-то не понимает Надо было объяснить Вот Почему Именно я так сказал Потому что Еще раз говорю Моей задачи нету И не стоит ли это глупо То есть Переделывать Играть Вот что-то Это безумие Полное А многие Многие этим занимались Вот У меня задачи такой нету Я все Спасибо Христос Ну давай Теперь обсудим Это Давай Комментарии могут быть Тренер Комментарии Ну пусть тогда Комментарии сядят Теперь Двадцать пять лет Я работал программом Это кто сказал Да кто-то Немец Значит Ну я будто бы сказал Я не говорил Никогда этого не было Значит Тут говорить не очень Вот я думаю что это ложь Ну это не то что ложь А умышленная ложь Вот А вот когда они сидят за столом И выпивают Сидит Женя Миша Миша И Павел А теперь то когда До дела подошел Сейчас они согласны Женя И сказал Что ребят Он полтора дня только работал Проработал Полтора С двадцати пяти лет А Павел мне это выделил Я говорю Ну как полтора Я тогда Из Барнаула Затем был Трудовую книжку Павел принес И смотри Вот где день А в Польше Строительную технику Графа Теперь Направлен в органы МВД Строгорежимный лагерь Плишкина В Верховской области От меня зависело В то время нет Тебя обязан отработать Тогда все два дня не работало Но тут не ясно Тебя уже посадят Время было такое Значит Вот Сначала Я работаю прорабом Не от меня никак Не от меня взяли Отверли Посадили Теперь Я работаю Теперь с этой работой Меня призывают в армию В армию Сам человек идет Его призывают Я знаю это призван Это не война Не добровольство Меня призвали Семь с половиной месяца Допустим Где полтора А так что я уверовал И сам когда пришел Ко меня близко не отпускают Нигде Даже я плотик То дадут отдельный подъезд Ко мне никто не походил Зимой если копать нужно было Шурпы Под высоковольтную линию Там отдельно Под каждую ногу Где-то Вот Пургай идет Мне показали Видел где-то Там пометка ездит Вот давай копай У меня лобик У валда Клин Я должен теперь там копать 2,5 метра Допустим Нога этой Высоковольтной линии идет Ко мне никто не подойдет Ни о каком праве Бережь не подойдет Это не просто ложь А умышленная Это повышает Ну Я работал А я не знаю сколько я По трудовой говорю Теперь Кто-то там что-то Вышел и сказал А что ты удивляешься Я говорил Что у старообрядцев Чтобы они понимали Смысл Всего старообрядчества Таких 2 человека было За 300 лет 2 человека Может кто-то был Которого не знают Первый из них Это Епископ Михаил Канадский Как он закончен И он Вот у меня есть книга Такая Подшипка Называется Старообрядческая мысль Толстый журнал Там я не знаю Страниц 900 наверное Я сейчас могу Ошибиться даже где-то И там Вот это вот идет И Петр Мельников Там выступает Не то что читаешь его книги А живые Живые письма Там Зеленский Как его кто берет Он с ума сошел Совершенно Он говорит Я не могу сейчас говорить Не молиться Не причаститься Я пришел старообрядцев С открытыми руками Профессор Санкт-Петербургской академии Экстраординарной Старообрядцев Таких не было У людей Учебных Говорит проповедь Она не мог броситься А почему Потому что он Когда люди стали понимать Что такое Старообрядчество Это строгость Это внимание К себе Такая проповедь А он один такой Один Тогда Эти люди Приходили Они молятся Так Он ни от кого не стал говорить Он говорит Соробяцам молятся так А мы так Ну молитесь так Потому что Тому Богу молитесь И мы его просить уже не могли Это все в журнале Описано Журнал Современник их Он еще живой был когда И его ответы какие Я говорю Не причастивьте Я уже не понимаю Что куда-то он шел Забрел Его избили И он умер Кто это Ничего не известно Дальше Семен Бурасов Мой отец знает его Вода Знаешь У вас был он За что они его Подумели Под корень Он как раз об этом Все и написал Вы что думаете У Бога Они старообрятся Вы с чего это взяли Где бы это просчитали Он написал там на свой Как его назвать там Метрополию Или как И они его разбирали там где-то У меня в книге Сейчас я могу ошибиться Как раз Одиннадцать лету Открытым окном Полностью Это его И какие ответы И какой-то на него нападает Там все напечатанное Причем Бытья Вы такие и есть Я реально говорю Такого человека Они его вышибли И он шел Не знаю Сейчас не дальше было Вот и все Твой отец Он написал хорошее письмо Будешь здесь писание Родному брату Написал Ну Я тебе говорю Брата какого? Да ты мне рассказывай Написал А он на тебя как обрушился Вот А с кем дружим там близко-то? С каким братом? Дружим А? Дружил или дружим Не поймешь Ну с Федором Федором Ты Федору написал А Да не только одному Федору Он говорит Я ничего не написал Он у меня как врага Повносят По всем почкам За что? Он меня спрашивает За что? Я не могу ответить Он говорит За что? Это природное И все время с детства Да Он говорит Ты еретик Ты еретик Переходи к нам А ты? Ты еретик Переходи к нам А ты? Ты еретик Переходи к нам У них нет врагов За 300 лет Ни одного Писсионера не было Ну ладно Переведена Неправильная Библия Я еще помню Библию Кто считает Сумасходит Это чисто Ну переведите А нас гнали Да церковь Когда дала Самых лучших представителей В то время Когда гнали Когда церковь стояла За кранией Государственной Позиции И в это время Церковь сияла Всеми красками Ну Воскрес 1991 года Такие речи Уже в 27х годах Ну можно было найти Грамотных людей Переведите Библию Нет А тут двори На причем пути Когда перевод На лучший На всю мировую историю С детства Приучите людей В Библии Да он понимает Я тебе еще раз скажу Это Приобретение опыта Ты благодари Бога Написано Молиться за врагов За обижающих Он тебя обижает Обида А при чем за тебя Он тебя ходит За то что я На другой ступени стою открыт Он мне еще раз открывается Это же все идет С молодости Есть фотки Где они вместе с вами Они приезжали к вам Это все Это я говорю Оттуда он идет Конечно нельзя судить По одному человеку О всем о чем то Конечно Он не пример вообще Ну просто я говорю Вот так вот получилось А если О продукции Скажи Там говорят Они о продукции То есть Знаешь чем ты занимаешься Они в это место и бьют У них ничего нет за этим А если бы он знал За каждое слово отвечать Вот допустим У меня было такое Они начали летать Я подал в суд А не в суд Так они там начали Выкручиваться Там это Волков Шибко Адвоката наняли Это я только для себя сказал Как ты распространял материал Судья показывает Это ваша бумажка Ваша Вы стояли на углу распространяли Мы даем все Что ваше общество закроет Вы говорили Я сказал Его даже президент страны Не может закрыть Не может У него нет оснований Идти против конституции Он гарант конституции называется У нас постоянно Эта перерегистрация Никаких Никаких задоренных Даже малейших На очень хорошем счету Их Глава Этой Крестинцы Маковеев Полковник звания Он у нас приходит На собраниях Он все это видит Он не просто А как будто близкие друзья А они Из-за чего они Поднялись Увидели Фотографию Где лава Метрополит Русская Затумержья церкви Сидит за одним столом Больше ничего Они за одним столом сидят Ну и сидят еще Человек Ты посмотри Что они делают Они еще Сидят столом У них больше еще не было Единственные документы По фотографии И стараюсь всем показать За одним столом Сидят А себе нельзя сидеть Что это нельзя Я не знаю На каком основании Вот у нас Который был Человек Приходил Андрей Барков В Барнауле И он приходил Одно время К нам Посмотрел Живой живет Увидел Еще одну девушку Женщину И к ней стал На этом дело Узнали А жена узнала А она работает Штукатурой Прекрасная работник Она стала ходить По форме Но когда узнала Что мы его не принимаем А мы ему сказали Нет Ты вернист Старая грядца Он пишет заявление О принятии Нашу общину А мы его Отсылаем туда И сделали запрос Отец Никола Это ваш человек Вы займитесь им Мы его никогда не примем Они это так Не делают с нами Вот кто от нас пришел Мы характеристик Да хотя бы Запросите Кто у нас был Который у нас юник Он такой буян Скандалист Чтобы вы аккуратно Подносились Мы так Вам относились Как братья Я тебе рассказал Показал Вернул его обратно Теперь так И жена успокоилась Я не знаю Наверное и там не ходит Нигде Вот и все У нас разный подход Потому что Мы смотрим на будущее А они сегодня На сегодняшний день И поэтому Я так говорил Тогда был архиепист Он сегодня как митрополит Или уже В митрополии была И не отодрял Вот умер-то быстро И вот Вот у нас Турпа кончилась Замок Бомбардный замок И до следующего Воскрестения Никого нигде нету Подойти некому Здесь я подошел Сейчас залез его Кажется Старообляческий храм Там В первую очередь написано Никоньяне Чтобы здесь С шипотью не хрестились На берях написано Никоньяне С шипотью не болелись Так это нельзя Это грех Кто так болится Уже в рай не попадет Это на берях написано Ну и что дальше говорить А я говорю Вот как смотрите Есть такая сказка Дочка Познакомилась с парнем А парень-то Не очень знатный Ну и все рассказала А он говорит Призаверивай Я с ним поговорю Поговорил Он говорит Ты говорил про меня Что я не праве царства Ну я говорил Ну потому что Вот это черное Лагерь у вас тут А я разговаривал Со всеми виновные Налоги заплатили вовремя А ты хорошо знаешь Да? Давай ты царь Ты Ну ты можешь уйти Ну напиши бумагу Я царь А на сколько царь? Ну три часа Ну что у меня война Военная слушались И все еще я за три дня За три часа сделаю Так это Царь подписал И проразвратил Я при жизни Отдаю власть Будущему зятю После меня могу царствовать Так Меня уже не слушайте Я отошел в сторону Отошел и стоит А кто ты сейчас? Да никто Я просто мюнин Царь у вас вот молодой сидит А он сел Правильно Я считаю Так Можно мне Ну ты давай Перейдем Три часа Так Ко мне стража Царь говорит Слушайте его Его слушайте Не меня Они на него глаза Они подбежали Исчерство Это можно И они отправили искать по всему миру Тот Который не связан На 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 Покое Они Начнем Амбросия Вот Вот почему я Рассказал Причью Вы Не имеете права Раскрывать Новобрядцев Они Дали вам Начало Вы Где взяли Метрополит Одного Обрядцев Так Тот Парс Сложил По-другому А его не надо складывать Потому что это благословляющий перст Вот так Вот и все Покуда сказать Один он Новый русский У него Наташа Учится в институте С одним парнем Познакомилась И Папа Вот такой парень Вы хороший Отец Раз за два Ну привели я поговорю Она его привела И оставила Это он самый Там Петя Толя И вот она прибежала Когда два занятия кончились Она несется домой Папа Разговаривал Лох обыкновенный У него ничего нету Но мне понравилось Он говорит Что Я говорю Ты знаешь Кого схватываешься Она на богатских островах Отдыхает Ты Можешь это ей предоставить Чтобы она тебя Подложала уважать Он говорит Как Бог даст Он снова У нее три машины Выходная Там на рыбалку ездит Ты можешь или ездить Он говорит Как Бог даст А вот такой Показал квартиру Там 18 комнат Ты это можешь Как Бог даст Мне говорит Понравилось Как он меня называл Я отвечал Ты говоришь Не отвечай Я отвечаю за свои слова А не за то Как ты их понял Это вся Библия об этом говорит Сказал пророк И пошел А они стали Перетолковывать Переворачивать Это Ничего с этим нельзя сделать А мы сами слышим Он сказал Что разрушу храм Христос не говори Он говорит Вы разрушите Он отвечает за свои слова А не за то Что вы придумали на него Он говорит Я разрушил Он не говорил Так и здесь Я не говорил То от чего я отказываюсь А ты так понял Я говорю А чего понял Ну мне так показалось Ну показалось крестить Говорит С лекарствами Хрестить Хрестить Правильно Вот какой то уровень Я этого еще не знаю Жить надо открыто Свободно Вот сегодня у меня Нужно Чтобы Володя Вернулся в субботу Как договорились А у него там Задели какие то Все Я к концу недели приеду Мы не успели Никак Морковка в поле Три крыши Еще надо подправить Сорвало метров Даже на этом Еще На Павловом доме Не все поставили А кроме того Посмотри Нам полностью Надо этот лагерь Превращен в музей Надо там что-то сделать Запечатать Это не все Прикрыть виноград Это не все По складам Надо теперь все делать Мы не успеем никак А я успею Я говорю Ты обещал Две недели Просил Две недели Я сказал Хорошо Две недели Законченный в обновлении Ты уехал Ты обманываешь меня Володя написал Нет Ну и дорогу-то Не считайте Вот такого нету Чтобы дали отпуск И за дорогу тебе не считали Дали отпуск Входит все Что ты дома Три дня пока собирался Отпуск кончился Говорит Вот батюшки сейчас дали Вот 26 октября Все А он 29 Уже справка недействительная Это удостоверение называется Здесь А он давай тогда Два места писания А вот Бог сказал Погублю его Не небе А не погубил Дальше Пророк Пророк Прошел Исайя И сказал Ты умрешь А он не умрешь Я говорю Да ты что Бог Прощающий грешника Это говорится Бог Видя кающегося Отменяет грешнее И постарает новое На 15 лет А ты куда применил Тут еще с тобой Я говорю Смотри Вот пока я здесь был Все было нормально Понял А если Вот там Отменяется Я открылся Что две недели Он еще остался Надо было ему справку Выписать Как батюшке Да Про это он не говорит Я говорю Смотри Вот это луж Солженцами Я с нас говорить Не буду Ты говорил Ты должен приехать Мы двое запрещали Так Или ты написал Хотя бы раз Я не успеваю Там далеко заехал Ты сейчас находишься в Индии И тебе там Паспорт отправляют Или что-то Здесь никаких нет причин А тут люди там Приезжают А в этом Ищи не было Вот он кня Всей день приехал Игнатов С Украины Он говорит Я должен выехать Такого-то Он не может по-другому Мы договорились Я ему дал книги Он говорит Я их пошел в почту Я говорю Не надо Их там ломают Бросают мешки Корочки сломают Он говорит На самолет взятый билет Я говорю Отдай Маленько высчитай Езжай поездом Он согласился Пришел А на билете написано Обрата не принимаются Он сказал Он мне умышленно сказал Сейчас Все это утро мне написал Поэтому Пришлось мне Почту отправлять Теперь все А на Украину Самые большие берут Кассационную Сбор Самые большие Кажется в Америку Даже меньше Это украинцы Нет Ну прямо Невозможно Везем Дай Дай Поехали Нигде Там Сбор не было Как там Прям Хватает Дай И все А то Как Ну я говорю Украинцы Так не должны мы делать Он поехал Я говорю Вот он Ему назначено Он поехал Возвращайся Я жду тебя Я жду тебя Если Игорь Поедет барабаш То с ним вместе приедешь Не знаю Чего там ответить Ты места не приедешь Они со всех Они куда поверят Я почему Я почему А вы сейчас Пригнамеренно тоже Собрали Ну а давай Я с обманщиками Не разговариваю Ну приедет Погоди Вам конечно надо Я не понял Неправильно Еще разговариваю Я разговариваю Ты никаких Сделать не делай Вот сейчас даже Я Игорь говорю Кто приехал Продает Там землю косвых Я не знаю как Я говорю Вот этот Который батюшку обманул Деньги не отдал Да тебя обманул Да он говорит Кого не обманул Если меня обманул один раз Я осторожен Если посмотреть второй раз Я больше денег не имею Я не разговариваю То есть никаких Сделать не делать Я буду А разговариваю Не в том случае Что я не разговариваю Наоборот Я буду говорить Ты договорился Выдержи это слово Может выезжать никогда Мы обязаны вернуться В субботу И позже В воскресенье утром Мы даже ночью помыться И опять выезжаем Нам довезти были Нам никак нельзя по-другому Мы в один конец Ударили Афины находятся На другом конце Полуострова этого Где марина есть Теперь вернулись Теперь нам дать свободно надо И вернуться Вернуться Теперь на Великобританию Вернуться Загрузите Скандинавия При Балтиках Мы должны укладываться Буквально в минуты Иначе Мы опоздали А здесь Пешком На поезде Ты же знаешь Смотри как Он тогда Не входит Две недели Тогда Когда в двери Этого не было Где ты там добрался Я говорю У нас в армии было Допустим Меня отправляли На пять дней А у меня дорога Только в один конец Два дня Это в армии В армии А ты сам Ты едешь Тебя не зови Армия тут не попадает А то военные там Песня 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 Глобки Бездескения Бога Слова Ручшую Сущую Бога Рудицую Тяги Песня Господи Мы благодарим Тебя за это занятие Заな за слово Твое Господи за эту возможность собираться Благослови наши селения Глобки Верни в мире и в здравии отца Якима благополучно Сохрани его, Господи, в дороге Владимира, сохрани Благослови наших детей, Господи А нам дай мудрость и мужество, дай, Господи, мне дай мужество и силы Помоги нам во всем, дай, Господи, нам мира, любви и согласия по слову Твоему А Тебе, Господи, за все славу, Отец и на святой Дух, аминь Аминь Аминь